Бодибилдинг – это вид спорта, в котором атлеты соревнуются не в силе, ловкости и скорости, а в эстетике тела. Спортсмен наращивает мускулатуру, максимально сжигает жир, обезвоживается, если того требует категория, наносит грим и демонстрирует свое тело на сцене. Такой турнир в Туве проходит четвертый год и вызывает огромный интерес у своих зрителей. Вот и на этот раз зал был полон, и болельщики активно поддерживают своих любимцев. Среди участников есть и те, кто впервые вышел на сцену и показал плоды своих трудов. Один из них – житель города Кызыла. Среди опытных, но тут собрались очень сильные ребята. Я даже и как бы… В принципе, я просто пошел поучаствовать и все. Ну, показать себя там. Из-за интереса? Да, чисто из-за интереса, да. Участники из Тувы приложили все усилия, чтобы показать себя в отличной форме. Их соперники приехали из разных регионов – Хакасия, Красноярский край, Кемеровская область. Участница из Хакасии занимается не так давно – всего лишь один год. Но и за один год построила тело мечты. Ну, потому что бодибилдинг – это же, ну, если разобрать слово с английского языка, да, то бодибилдинг – это строительство, то есть, ну, строительство собственного тела. То есть, мы сами создаем свое тело, создаем свое здоровье. И, ну, и это такой живой спорт, живое общение с людьми. И мне это очень нравится на самом деле. Каждый день ты видишь результаты своего собственного труда. Среди новичков есть и опытные, которые ежегодно участвуют в чемпионатах. Константин Скопа приехал из Кемеровской области. Рассказал про сложности данного вида спорта. В сложности, ну, держать диету, двократные тренировки, ну, и режим жизни, в принципе. Почему вы выбрали именно бодибилдинг? Мне нравится эстетика тела. Но, однако, я все равно выступаю в паролюфтинге. И там, и там я есть. Ну, стандартно занимаются люди 3-4 тренировки в неделю, я 6. Соревнования по бодибилдингу проводятся среди спортсменов мужского и женского пола. Спортсмены соревнуются в весовых и ростовых категориях, в соответствии с собственным весом и ростом, и в возрастных группах. Здесь самому молодому участнику 12 лет, а самому старшему 41. Но для всех требования одинаковы. Чемпионат разделен на 11 категорий. Это дети от 7 до 15 лет, девочки. И мальчики также от 7 до 15 лет. У нас есть и юниоры, это подростки от 16 до 23 лет. Пляжный бодибилдинг и юниорки, фитнес-бикини. Также есть взрослые, классический бодибилдинг, пляжный бодибилдинг, фитнес-бикини. Есть даже те, которым 35 плюс участники, то есть. Оценивая телосложение атлета, судья должен следовать обычной процедуре, которая позволит оценить телосложение. В обязательных показательных упражнениях судья должен в первую очередь смотреть на основные демонстрируемые мышечные группы, а далее рассмотреть телосложение целиком, обращая внимание на каждую группу мышц, неисходящей последовательности, оценивая общее впечатление. Мышечный объем, сбалансированность развития, мышечную плотность и рельеф. Симметрия и пропорции – это во всех номинациях, независимо, какие они на первом месте, идут соотношение развитости правой и левой стороны, соотношение туловища к ногам, на то, как проработаны мышцы. В женских номинациях еще предпочтение отдается на то, как спортсменка преподносит себя, как уверенно держится на сцене. Напомним, Федерация бодибилдинга в Туве официально работает с 2019 года. И на сегодняшний день бодибилдинг в Туве стал популярен как среди молодежи, так и среди людей в возрасте. А в разных странах проводятся соревнования среди различных возрастных категорий, вплоть до 80 лет.